Здарова! Это команда CarbToday и сегодня мы поговорим про сумки для охранения аксессуаров для изготовления поводков. У нас на обзоре представлены четыре сумки. Это сумка от компании ESP, которой мы пользуемся сами, сумка от компании Tasco и две сумки от компании Fox. Одна серии Royal и одна серии FX. В чем же общее назначение этих сумок? Оно заключается в том, что все они снаображены пластиковыми конвертами, в которых очень удобно хранить различные аксессуары для оснасток. То есть в каждый конверт вы можете сложить необходимые аксессуары для изготовления определенной оснастки. Например, для Чудрига вы сложите все необходимые аксессуары в один конверт, для изготовления комби-рига в другой конверт и так далее. Ну давайте теперь посмотрим на них поближе и начнем мы, наверное, обзор вот с этой сумочки от компании Fox серии Royal. Что можно сказать про эту сумку? Технические характеристики. Длина этой сумки 32 сантиметра, ширина 16 сантиметров и высота 7 сантиметров. Сделаны сумки из плотного материала, она очень прочная, она держит форму, это тоже немаловажно. У нее есть два отсека и оба отсека снабжены толстой молнией с двумя замками. Посмотрим, что за отсеки представлены в этой сумке. Открываем и что мы видим? И видим первый отсек, в котором у нас находятся те самые пластиковые конверты. Но здесь не только конверты, здесь также есть карман, в котором можно тоже хранить различные аксессуары. Например, иглы, с помощью которых вы будете вязать оснастки, которые будут храниться в этих конвертах. Всего в сумке представлено 8 карманов. Они все на липучке сделаны, их очень удобно открывать и закрывать. 4 кармана из 8 имеют сплошной отсек и еще 4 кармана имеют разделение, то есть вы сможете еще более компактно рассортировать свои аксессуары. А еще интересный момент, что этот замок он расстегивается и вы в любой момент можете достать себе необходимый конверт, связать оснастки, все сложить аккуратненько обратно, нацепить на механизм и застегнуть. Это очень удобно. Смотрим второй отсек. Что мы там видим? Здесь мы видим готовую поводочицу для хранения оснасток в натянутом виде. Здесь уже есть готовые кнопочки, которыми можно натягивать ваши поводки. Ну и сама конструкция, которая позволяет вместить до 30 поводков. Эта сумка достаточно практичная, мы ставим ей твердую пятерку и идем дальше. Теперь у нас сумка от компании Tasco. Посмотрим на нее. Сразу глаза бросается. Отличие от других сумок это то, что у нее есть ручка. Это, конечно же, удобно для переноски этой сумки. Размер этой сумки. Она меньше в длину, чем предыдущая модель. Составляет она 25 сантиметров, но ширина она 12 сантиметров и она, как мы видим, толще. Толщина составляет этой сумке тоже 12 сантиметров. Сумка также имеет два кармана, но молния здесь уже одна. Так, смотрим, что у нас внутри. Внутри мы видим тоже такие же конверты, но здесь всего четыре конверта и у них нет разделений. Сумка маленькая и конверты тоже соответствуют этим размерам. Они тоже маленькие. В принципе она подойдет, наверное, для какого-то сталкинга, когда вы не вяжете много оснасток. У вас есть, например, там четыре оснастки и вы их всегда только используете. И вот, может быть, в этой случае эта сумка подойдет. И еще второй отсек смотрим. Он непонятный, если честно, какой функционал он носит. Здесь нет внутри поводочницы. Здесь есть просто карман на молнии один. То есть сюда мы, например, складываем различные аксессуары, ножницы, инструменты. А сюда мы можем, например, положить различные поводковые материалы, сложить и закрыть. А уже в конвертах хранить какие-то бусинки, стопорки, крючочки, все, что нужно для изготовления. Этой сумке мы ставим четверку. Идем дальше. И теперь у нас на обзоре сумка от компании ESP. Это наша боевая старушка. Она у нас очень давно уже. Она нас всем устраивает. Она нам очень нравится. И мы сейчас о ней расскажем. Она, по сравнению с другими, конечно, сделана из более мягкого материала. Она, может быть, не так хорошо держит форму. Но, в принципе, это не мешает в практичности. Работать с ней также удобно. Здесь у нас тоже два кармана, две молнии. Молния потоньше немножко, но за два года использования, с ними у нас ничего не случилось. Это не может не радовать. Открываем сумку и смотрим, что есть там внутри. А внутри мы видим конверты. Их 8 штук здесь. Сразу об этом скажу. Все эти конверты сделаны на молнии. Это, конечно же, плюс. Преимущество этой сумки в первую очередь в том, что она очень объемная. То есть в эти конверты вы можете складывать не только различные пакетики со снастками, с бобины, с поводками, с какими-то еще объемными аксессуарами. И все они здесь помещаются. Если посмотреть, ну, действительно, она очень объемная. У нас литкор, например. Да, здесь у нас для чодрига, для вязания, зажигалки, клей, еще поводковый материал, стопорки. То есть и все это, несмотря на то, что так много занимает место, очень спокойно упаковывается внутрь сумки. Есть еще второй карман, но он не такой функциональный. Он просто представляет себя пустой отсек, которым можно накидать какие-то аксессуары. Например, то, что вам не нужно, то, что вы не используете, запасное. Что еще примечательно? Небольшим недостатком этой сумки является то, что нету отдельного отсека, как в других сумках, для хранения инструментов. То есть какого-то общего отсека, где вы могли бы хранить иглы, ножницы и все время оттуда доставать, вязать поводки и складывать их обратно. Здесь это приходится хранить все в теклбоксе или просто накидать где-нибудь вот этот вот карман, но это не очень практично. Ну и за то, что эта сумка нам прослужила очень долго, за ее практичность и объемы, мы ставим ей тоже пятерку. Последняя сумка на нашем обзоре, это сумка от компании Fox серии FX. Все сумки серии FX примечались на тем, что они сделаны из очень плотного и качественного материала Cordura. Это материал, который очень износостойкий, он водоотталкивающий. Этот материал прослужит вам очень долго. Сумка очень приятная, она очень плотная, ее невозможно практически согнуть. Что у нас здесь есть? У нас здесь одна молния толстая, с двумя замками. Открываем и смотрим, что же у нас внутри. Очень удобно то, что эту сумку можно разложить как конверт, как книжку. То есть вы открываете и вам очень удобно с ней работать. То есть с сумкой от компании ESP, например, не так это удобно, потому что тяжело доставать в таком варианте какие-то оснастки. Пластиковые карманы. Если сравнивать с сумкой Fox серии Royal и сумкой ESP, то здесь этих карманов больше. Здесь уже 10 карманов и 5 из них сплошные и 5 с перегородками. И также есть два прозрачных кармана, в которых вы можете хранить различные инструменты или аксессуары. Вот один карман и вот второй карман. Также все эти конверты можно легко отстегнуть, сделать необходимую оснастку, пристегнуть и использовать дальше. Но это еще не все. Если перевернуть вот этот вот отсек, то у нас здесь будет поводочница. Поводочница более внушительная, чем у Fox серии Royal. Здесь также есть крепежи для крепления поводков. И вот такая вот большая поводочница, где вы можете в натянутом положении хранить ваши поводки. В длину данная сумка составляет 33 сантиметра, в ширину 22 сантиметра и в высоту 7 сантиметров. Этой сумке мы ставим твердую пятерку с плюсом за ее функциональность и практичность. В этом году мы приобрели себе именно такую сумку, но и эту сумку от компании ESP мы оставляем, так она нам очень нравится. Но в этой сумке мы будем хранить различные объемные аксессуары, лидкоры, бобины, например, для Zikriga, потому что шариков очень много, различных вариантов нужно с собой, этих пачечек и здесь их было бы тяжело хранить. А эту сумку мы будем использовать по назначению только для вязания оснасток. Ну вот мы рассказали вам о замечательных сумках. Это действительно очень необходимый аксессуар каждого карпятника, он очень упрощает жизнь и позволяет оперативно и быстро вязать оснастки. С вами была команда CarpToday, эти товары вы можете купить в магазине CarpShop.ru. Всем привет!